Разобрали мы одну сезонную пушку, паука. Ну а она для пвпшеров, давайте поговорим о награде авангарда. Привет, Страж, с тобой снова канал Трипл Вайп, снова этот Джонни Лейни, О, чё за эмблема, где всё? И сегодня мы разбираемся, нужен ли Стражам кислород. Итак, получить винтовку можно, выполнив поручение перегруппировка, которое нужно взять у Завалы. И состоит оно из трёх этапов. В налётах совершите 1000 убийств противников выстрелами в голову. Создайте 500 сфер света. И наберите 100 очков, завершая различные налёты. За прохождение обычного налёта вы получаете 1 очко прогресса, а за завершение сумрачного целых 5. Все эти задания отслеживаются в специальном триумфе «Лучшее нападение». То есть на всё про всё, проходя сумрачные налёты, у вас уйдёт порядка 1 дня фарма. Плотного такого фарма. И не забудьте взять эту карточку с квестом на всех имеющихся персонажах. Когда триумф будет завершён, вы получите по винтовке абсолют на каждом персе. И сможете распылить ненужные на улучшающие ядра. Получив винтовку, задаёшься вопросом, а где её применять-то, куда бегать? Чтобы ответить на этот вопрос, сначала глянем на винтовку и её перки поближе. А что с фокусом? А-а-а, ну да. Она до смешного похожа на винтовку Хэнк Джури из первой части. Крутая была скаутка. Я вот в белый покрасил, и вообще как ближайший родственник теперь выглядит. Итак, перки. Полигональные нарезы на стволе, слегка бустящие стабилу. Высокоточные припасы на улучшенную дальность. Стрекоза. Мой любимый перк на винтовках разведчика Эвер, благодаря которому противники, убитые в крит, взрываются. Ну а эксклюзивный перк этой винтовки Меганевра. Благодаря ему урона от взрыва стрекозы будет больше, исходя из количества попаданий в крит перед убийством. Скаутка Авангарда. Разумеется, первая мысль, которая приходит в голову, это чисто по мобам работать. И... первая мысль почти правильная. В ПВП с этой скауткой, конечно, можно играть. Можно даже неплохо играть. Особенно на картах типа Эквинокс, где есть много открытого пространства, где господствующие в Гарниле дробовики и револьверы лучше сменить на импульсные винтовки или снайперки. Убивает скаутка за 4 тапа в крит, наносит в голову 55 единиц урона. Взрывом тоже можно убить рядом стоящего противника, если тот без щита. Но сколько бы я не играл в Гарниле с кислородом для съемки этого видео, мне так и не удалось нормально подорвать кого-то, зацепить и заснять это. Винтовки разведчиков ПВП сейчас вообще не работают. Любой револьвер перестреливает винтовку на средних дистанциях. На ближней хуже скаутки работают только какие-нибудь ракетницы, а на дальней дистанции боев вообще почти не происходит. Джонни, это же скаутка авангарда, может хватит про ПВП, че по ПВЕ-то? В ПВЕ было хорошо с этой скауткой. Хорошо до того момента, пока не пофиксили баг, дающий бонус к урону на все оружие при выбранной тысяче голосов. Вот тогда урон винтовки в ПВЕ был прям оптимальным. А сейчас со скаутками бегать в ПВЕ не особо профитно. Я это знаю, потому что все время, пока я качал персонажа до 700 силы, я только с винтовками разведчика и бегал. Потому что за любой рубеж мне падали только они. В городе грез скаутка в Гарниле, скаутка в Сумеречном Налете, скаутка в Гамбите, скаутка крутая, кстати, в последнем желании скаутка, в Истребителях прошлого скаутка. Синтезировать было лень, да и смысла ноль, потому приходилось бегать, пожалуй, с самым нерабочим классом оружия в игре. Но вот кислород, нормальная скаутка, нехорошая, не говно, нормальная. Взрывы офигенно чистят трэш, если в вас живет маленький Майкл Бэй, то вам будет хорошо. На больших расстояниях топ для отстрела гадов. В Гамбите отлично подойдет захватчику или часовому, о чем я уже говорил в предыдущем ролике. На больших картах Прайма без винтовки разведчика тяжеловато. По большим противникам, конечно, лучше не стрелять с нее. С того же револьвера вы нанесете больше урона. Я вот спущусь, конечно, в Затерянный Сектор к известному Огру. Че? Кто это? Что? Спущусь, но самого Огра убивать с кислорода, это самое унылое занятие. Куда приятнее отстреливать тыквы мелких врагов, которые будут взрывать своих рядом стоящих товарищей. Тут проще наглядно показать, что сам-то прямой урон от попадания никак не усиливается, а бонус от эффекта распространяется только на сам взрыв. Эффект накапливается до трех раз, то есть три тапа в крит и у вас заряженный мощный взрывной патрон от меганевры при условии, что этим выстрелом вы добьете противника в крит. Бонус к урону на тройном накопленном эффекте составит 180% от начального урона. То есть, если обычным светлячком вы наносили 1392 единицы урона, то с тройной меганеврой нанесете 3898. Отстой в том, что держится баф чуть дольше трех секунд, что очень мало, и по факту не позволяет порой быстро добить цель и получить тот самый взрыв. Мод сюда лучше ставить на улучшение стрекозы, само собой. У меня вот его не оказалось, потому влупил на урон пожирным мобам. Тоже норм за неимением-то лучшего. Так нужно ли тебе заморачиваться и выбивать эту винтовку? Если не любишь револьверы в ПВЕ, то да, возможно кислород поможет тебе чувствовать себя чуть более комфортно. Патронов больше, отдача меньше, урона больше, чем у любого автомата, но все еще хочется чуть большего. Очень надеюсь на скорый баф скауток, можно даже только в ПВЕ. В первой части я обожал играть с этим типом оружия, и например легендарную Вижену в Конфлиенс не выпускал из рук до самого Тейкин Кинга, ну а потом уже поменял на уже упомянутую мной ранее Хэнк Джури. Так или иначе, надеюсь тебе понравилось это видео. Постарался максимально понятно и коротко объяснить ключевые моменты по этой сезонной награде. На очереди у нас пулемет Гамбита Делириум. Пишите в комментариях, как вам эта винтовка. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк, если видео понравилось. Спасибо за просмотр, счастливо!